Мечта о море. У курсантов военно-патриотического клуба «Маяк» начинающих моряков началась долгожданная практика. Ребята получили шанс применить теоретические знания в деле и испытать свои силы на воде. Вместе с ними в небольшой круиз отправился и Андрей Радюков. У курсантов сегодня большой праздник, первое в году плавания. На шлюпке Ял-6 с него отправилась команда из шести человек. Среди них Даниил Набугорнов. Я приехал с Украины и состою тут уже год. Сегодня, в этот день, я впервые попробовал грести на этой шлюпке. Это очень увлекательно и познавательно для меня. Я очень рад, что оказался здесь. Ял-6 может принять до 13 человек на веслах и 8 под парусом. Шлюпка используется как рабочая, спасательная, посыльная или спортивная. Кроме того, она подходит для участия в международных соревнованиях. Гребля учит курсантов работать в команде, ведь только слаженность их действий позволит шлюпке держаться курса. Здесь каждый видит свою цель и знает, что делать. Я планирую пойти в Севастополь или в Санкт-Петербург учиться дальше в военные. Также я хочу побывать еще в океанах, походить, посмотреть мир. Это у меня маленькая мечта. Море начинается с танца реки, с первого грибка. Вот ребята сделали сегодня первый грибок. Значит, это им путь в море. Военно-патриотический клуб «Маяк» существует уже 10 лет и за это время выпустил немало моряков. На летней практике 25 курсантов от 14 до 18 лет в течение месяца будут оттачивать свои навыки в гребле и других морских искусствах. Основные задачи будут стояться. Подготовить и провести для них летнюю практику, скажем так. Соответственно, с участием в гребно-пасных регатах, как городского масштаба, так же и областного масштаба. Мечта о море для курсанта вполне достижима. Главное – держаться курса. Все горизонты открыты. Мы, как правило, имеем хорошие такие связи, дружеские отношения, будем так сказать, деловые отношения. С нашим институтом Петра Великого в Санкт-Петербурге, где ребята в основном туда и поступают. У нас есть уже выпускники, которые служат на флоте России. Практика курсантов завершится в День молодежи 27 июня гребно-поросной регаты и штурманским походом с выходом в Белгородское водохранилище. Особо отличившиеся получат спортивные разряды, которые в будущем станут хорошим подспорьем к службе в российском флоте. Андрей Радюков, Евгений Цапков. Новости мира Белогория.